Разговор, называемый алфавит или букварь мира. Песня. Сложена в 1761 года о том, что концом жизни нашей есть мир, а вождь к нему Бог и о людских разнопутиях. О, жизнь беспечна! О, дорогий покой! Ты дрожайший мне всяких вещей. На тебя смотрит везде компас мой. Ты край и гавань жизни моей. Мне одна в свете тишина нравна и безмятежный и неславный путь. Все моя мера в жизни главна. Весь докончится мой циркуль тут. Ты, святый Божий, и веков Творец, утверди сие, что сам создал. При тебе может все в благой конец. Так попасть, как магниту сталь. Если ж не право зрит мое око, Ты меня, отче, настави здесь. Ты людских видишь, сидя высоко, Разных столь мнений бесчетну смесь. Один восточный, те в вечерний край, Плывут по счастья со всех ветрил, Иной в полночной стране видит рай, Иной на полдень путь свой открыл. Один говорит, вот кто-то косит, А другой спорит, все кто стрижет, Иной у воза опять кол голосит. Скажи, какой бес нам столь мысль сечет? Прощай, стихийный потоп, Вещала Ноева голубица, Я почию на холмах вечности, Обредши ветку блаженства. Милостивому государю Владимиру Степановичу, Его благородию Тевяшеву. Милостивый государь, один разговор уже к вам пришел. Вот же нашел вас и брат первого. Когда меня жалуете, примите милостиво и сего, И положите братню и сию двоицу перед лицом дрожайшего вашего родителя, Как образ и память усердного моего почитания. В обоих написано то, что говорено в беседах со здешними приятелями. Они же и беседующими лицами поставлены в обоих. Первый испытывает с Давидом небесные круги, Поведающие славу вечного, Летовечный помянул и назван кольцом. А второй, узнав безначальное начало из нетрудных начатков, Будто из алфавита, Богу последовать побуждает и назван букварем. Предревнейшее слово есть сие, Носце Те Ипсум. Узнай себя самого. И теперь оно всем в устах, но немногим во вкусе. Думай, что начальник слова сего был древнейший мудрец, Фалес, верю. Кто что нашел и любит, То своим ему быть может. А истина безначальна, пишет Плутарх, Что на Аполлоновом дельфийском храме было написано, Узнай себя. Древние египтяне слово сие высоко почитали. Что значит сфинкс? Изъяснено в первом разговоре. Имя его значит связь или узел. Гадание сего урода утаивало тушь силу, Узнай себя. Не развязать сего узла была смерть мучительная. Убийство душе. Лишение мира. Для сего египтяне одного урода статуи поставили по улицам, Дабы как многочисленные зеркала, Везде в очи попадая, Сей самонужнейшее знание, Утаивающий узел, на память приводили. Потомки их были не таковы. Отнялась от них глава мудрости. Долой пала чистая часть богочтения. Остались одни художества с физическими волшебствами и суеверием. Монумент, напоенный всеполезнейшим для каждого советом, Обратился в кумир, Уста имущий и неговорящий, А только улицу крошающий, И будто источник в лужу отродился. Так и все богословские тайны превращаются в смешные вздоры и суеверные сказки. Во времена Авраамские делали сие филистины, А ныне делают не знающие себя и Бога. В божественном мраке Моисейских книг почти двадцать раз находится сие, Внимай себе, Внимли себе, И вместо ключа ко всему предвручается то же, Что узнай себя. И не диво, Что древние египтяне, евреи и эллины, Высоко почитали слово сие. Знать-то, от познания себя самого входит в душу свет ведения Божия, А с ним путь счастья мирный. Что компас в корабле, то Бог в человеке. Компасное в сердце, корабельном стрела есть тайный язык, Закон, глава, око и царство корабельное. Библия тоже именуется стрелою, Как начертанная тень вечного закона и тьма Божия. Библия тоже именуется стрелою, Как начертанная тень вечного закона и тьмы Божия. Не тот мне знаток в корабле, Кто перечел и перемирил каюты и веревки, Но кто познал силу и природу корабля, Тот разумеет путь его и все околичности. А что ж есть Бог, Если не вечная глава и тайный закон в тварях? Истину сказывает Павел, Закон духовный есть. Закон же сей, что есть, Если не владеющая тлением господственная природа, Названная у древних отцов, Трисолнечное единство и естество. Сия единица, Всему глава, А сама безначальная, Ни временем, Ни местом, Ни полом не ограниченная, Ни именем. Сия та мать, И отец отвечает Моисею, Что ей имени нет. Кто где ищет Моего имени, Тот не видит естества Моего. Имя Мое и естество есть тоже. Я сущий. Я тот, кто везде, всегда, во всем, И не видно Меня, А прочее все видно, И нет того ничего. Плод ничтоже. Я древо жизни, А другое все тень Моя. И не напрасно эллины К обойму полу прилагали Слово сие. И не без толку У некоторых христиан Дают имя мужчине С мужеским И женское, Например, Юзеф Мария. Сюда-то смотрит Острое павловское слово. Ни мужеский пол, Ни женский. Итак, Ни прекрасный нарцисс, Ни хиромантик И ни анатомик, Но увидевший внутри себя Главный машинный пункт Царствие Божие, Сей узнал себя, Нашедший в мертвом живое, Во тьме свет, Как алмаз в грязи, И как евангельская жена Империал в горничном ссоре. Радуйтесь со Мною. Сей точно узнал человека И может похвалиться. Знаю человека. Вот вам несколько знатоков. Авраам. Видел и возрадовался. Новин. Видел человека стоящего. Иов. Ныне же око мое Видело тебя. Давид. Возвел отчимаи в гору. Исайя. Видел славу его. Даниил. Видел и се муж один. Захария. Воздвиг отчимаи и видел, Исе муж, И в руке его. Вот еще дюжина. Взгляните на гору Галилею. Одиннадцать апостолов, Видевшие его поклонилися. И Стефан. Все вижу небеса открыты. А как мудрого още его в главе его, Так още безумных на концах земли. С лица человека приметить можно, Но не с подошвы. Те пяту мою соблюдят. Сколь о многих можно сказать. Вы кланяетесь, Его же не знаете. О всех сих подло ползущих написано, Блюсти будешь его пяту. Вся Библия дышит сим вкусом, Узнай себя. Разве ж Бог в человеке только? Никак. Но кто слеп, Дома, тот и в гостях. И не имея сам себе, Не найдет и в пище вкуса. А тогда можно смело отважиться И на глубину библейную С тем, Кого слушает ветер и море. Узнать его есть чувство премудрости. Любить и слушать есть дух, Веры и благочестия. Руководство блаженной натуры Всей своей мудрости Виною ставит катон цицеронов. Но ключ к всему чертогу Сей есть. Внимай себе. Чем более кто себя узнает, Тем выше восходит на сион мира. Нет легче последовать Богу, Как в пище, в дружбе, в звании. Тут при обучившейся может Подняться и на крутые места. Поколь сбудется, Положу трудное их в гладкое. А я желаю вам идти от силы в силу. Половину сделал, кто хорошо начал. Окончу речь любезного моего фолеса словом. Началом и концом во всем Тебе будь Бог. И прибуд, милостивый государь, Ваше благородие, Нижайший слуга, Любитель Священной Библии, Григорий Сковорода, 1775 года, Января первого дня, В Липцах. Основание. Я, Альфа и Омега. Апокалипсис. Слышь, Израиль, Внимай себе, Внимли себе, Моисей. Себя знающие, Премудры, Притчи. Если не узнаешь Саму себя, И зайди, Песнь песней. Узнай себя самого, Фолес. Субтитры сделал DimaTorzok